Всем привет! Я у себя на кухне, буду готовить сегодня простейшее блюдо, но дело не в блюде, а дело в идее. То есть, как вы знаете, у меня полным-полно всяких лайфхаков, и был там один коммент, типа, как бы так необычно приготовить утку. Вот, может быть, сейчас вы что-то и найдете необычного в том способе приготовления, который я вам покажу. У меня есть грудка, значит, вы можете использовать, наверное, другую часть, но лучше всего использовать именно грудку, потому что она самая мягкая. Значит, нужно салфеточкой промокнуть так, чтобы влага вся, во-первых, у нас улетучилась, во-вторых, чтобы не оставалось никакой бумаги на самой утке. Дальше. Я, например, ну, пока что не вижу никакого смысла отрезать жир. Мне он понадобится. Я всего лишь, как, в общем, и полагается, должен надсечь. О, а что это у меня нож не режет? Ну-ка. Значит, первонаперво нужно надсечь шкурку так, чтобы она у нас была, как сеточка. Это помогает утиному жиру, который потом будет вытапливаться, вытапливаться интенсивнее. Вот, что у нас происходит. Немножко мясо задел. Так не очень хорошо, но ничего страшного, вы поймете чуть позже, почему. Вот, я нарезал утиный жир кубиком. Теперь сковородку. Давай, шайтан-машина. Ну, е-мое, ты что будешь делать? С помощью нехитрых приспособлений я зажег сковороду. Теперь нужно посолить утку только лишь со стороны кожи. Перец добавлять нельзя, специи добавлять нельзя, иначе они сгорят и будут горчить. Значит, как только сковорода нагрелась, она почти нагрелась, я отправляю сюда без масла, без масла 10 раз повторяю. Когда вы жарите утиную грудку, не лейте на сковородку масло. У вас жира здесь полтонны, зачем вам еще масло? Я отправляю шкурой вниз. И говорю, уточка, жирок весь в сковородочку нужно вытопить, он нам потом понадобится. Ну, чеснок, дело такое, житейское. Начну нам понадобиться тоже немножко позже. Но я его подготовлю заранее, разрежу просто на две части, чтобы был. Пока у нас утка прощается со своим жиром, за это время нужно взять фольгу, отмотать ее довольно много. Вот эту простыню сложить в два раза, а лучше в три-четыре. И сделать из нее вот такое корыце. Зачем нам эта корыца нужна? Объясню. Здесь у нас будет лежать щепа. Значит, у меня тут опилки бурбон-бочка. Кто-то взял бочку из-под бурбона и превратил ее в опилки. Которые у нас будут использоваться для подкапчивания. Сюда нужно, хотел сказать, написать. Насыпать опилок нужно. Вот так. Сухих опилок немного. Значит, желающие могут сюда добавить чай. Значит, чай можно вот так поломать и добавить сюда. Перемешать с опилками будет непонятно что, но многие повара и блогеры используют чай для копчения. Ну, и мы так же сделаем. Значит, тут у меня еще что есть. Немножко сушеный и перемолотый виноградный лист. Его тоже немножко сюда все перемешаем. Пусть будут у нас разные ароматы. Вот смотрите, что у нас получилось. Видите? Пол сковородки жира и хрустящая корочка. Значит, теперь я вытаскиваю утку и кладу ее на доску. Жир возвращаю на плиту и теперь сюда добавляю чеснок. Можно раздавить, можно разрезать кусочками. Пока жир еще горячий, дайте возможность жиру стать ароматным, чесночным. Видите, уже без огня. Там температура, не знаю, но градусов-то 150 точно есть. Дайте возможность жиру обогатиться этими специями. Значит, можно туда добавить немножко лаврушки. Значит, если у вас есть тимьян, розмарин, свежие травки, какие-то, бросьте туда. Это все будет очень вкусно и ароматно. Что я делаю с грудками? Это лишняя влага должна у нас отойти. Да. То же самое нужно здесь сделать. Вот она. Лишняя влага. Малое филе можно убрать сразу. Можно не убирать. Но он тогда будет болтаться. Значит, вот у нас получились вот такие сырые, но обжаренные со стороны жира грудки. Теперь их нужно нарезать наискосочек тонко. Смотрите, тонко прям. Очень тонко. Утиное мясо очень капризное. Передержите, будет жесть. Не додержите, она будет как резина тянуться. Здесь нужно не переборщить, как бы, вот с процессом приготовления. Тем более, что у нас часть уже здесь пока выжаривалась, уже приготовилась. Теперь нужно взять шпажки. Они у меня лежали в воде, чтобы они у меня не горели. Значит, теперь берем шпажку и вот эту ленточку в нескольких местах просто прокалываем. Да, оп. Теперь берем так, чтобы жирок был с другой стороны. Вот так вот. Раз, два, три. Все, и складываем. Делаем шашлычок из утки ленточкой. Получается он у нас. Жирок там где-то у нас будет болтаться, ну, ничего страшного. Вы знаете, что это будет очень вкусно и очень удобно есть. Мы делаем вот такую вот связку. То есть, нанизываем кусочки утки. Вон, видите, как я, как стежком, как нитку, иголкой. Ой, как иголкой. Ну, короче, типа, как я, портной. В итоге я все вот эти вот ленточки одел сюда. Нам не хватает всего лишь одного. Подготовить их к приготовлению. Смотрите. Значит, здесь они будут готовиться в духовке. А вот здесь вот я сейчас им дам немножко вкуса. То есть, это же все-таки шашлычки. То есть, нужно мяско само чуть-чуть прижарить. Да, тут и кожа немножко поджарится. Это целый увлекательный процесс. Смотрите, все мясо стягивается и плотнее садится на шампурок. Шампурок-то у нас деревянный. Значит, теперь нужно все это перевернуть и обжарить слегка с этой стороны. Значит, если вам показалось, что во время опаливания вы чувствуете запах паленой свиньи. Ничего страшного. Этот запах уйдет. Так всегда бывает, когда прямой огонь попадает на биологическую какую-то форму. Вы помните, да, что мы не солили его вовсе. Я добавляю сюда соль. Обязательно черный перец. Черный перец я люблю. А с этой стороны я добавлю немножко табаско-чипотли. Это слегка такой, знаете, с ароматом копчения табаско. Чипотли – это такой перчик. Он не очень острый, но всегда следите. Если вдруг вы понимаете, что вы хотите вообще не острый, значит, с этой стороны вы тоже должны добавить сюда либо, может, тимьян, розмарин, может быть, какие-то, какую-то перечную смесь, белый перец. Вы можете сюда добавить чуть-чуть мускатного ореха и молотого кориандра. Здесь все на ваше усмотрение. Идея в том, что сейчас мы его будем коптить. Значит, у меня до 190 градусов разогрета духовка. Я сюда прям ставлю шашлычки. Теперь я сюда ставлю вот ту самую щепку, перемешанную с чаем и сушеным виноградным листом. Кто-то скажет, нужно подмочить, кто-то скажет, не надо подмачивать. Значит, я беру горелочку и поджигаю. Видите, у меня дым начинает идти. Мне нужно, чтобы щепа загорелась и от нее пошел дым. Теперь я закрываю, открываю окно и включаю вытяжку. Для того, чтобы сильно не пахло. Очень важно, если у вас в духовке есть конвекция, обязательно ее включайте, потому что вентилятор начнет гонять воздух, раздувая те опилки, которые у нас загорелись. И создавая еще больше дыма. Понятно, что в рамках дома все равно кто-нибудь учует, что что-то подгорело. Прибежит, скажет, что-то у нас горит. Вы говорите, спокуха, у меня идет процесс подкапчивания. Соответственно, температура там в 190-180 градусов. Шашлычки у нас маленькие и тонкие. Им хватит 5 минут для того, чтобы подкоптиться и приготовиться. Там не будет яркого аромата такого, например, как вы в магазине заходите. Кто-то там вымачивает из производителей в копченом, как называется, в жидком дыме. Кто-то вымачивает, кто-то добавляет какую-то химическую добавку. Это все воняет так. Кто-то коптит там сутки целые. Нет, здесь всего лишь будет аромат дымка. Если, например, ваш муж или ваш будущий муж или ваша девушка, если вы готовите все это дома, откуда-то торопится, то вы, подкоптив здесь и проветрив квартиру, представляете, накидали на стол раз, и он или она кушает шашлычок и говорит, блин, он что, подкопченый? Вы говорите, да. Вот есть способ. И не бойтесь, что у вас немножко дымом будет пахнуть духовка. На выпечку это никак не влияет. А если и влияет, то появляется легкая пикантность. На что это влияет? Да ни на что. На запекание мяса? Да фиг с ним. Это никаким образом оно не испортит ему вкус. Поэтому не парьтесь, что у вас духовка слегка там подкопчена. Значит, прошло 5 минут. Видите, дымок у нас тут, опа, подкоптил наших уточек. Оп, дальше. Значит, они немножечко отдали воды, все понятно. Тепловая нагрузка произошла, дым тут у нас слетает. Смотрите, у меня есть немножко имбиря. Я его не чищу, а режу просто тоненькими вот такими вот слайсиками. Небольшой кусочек, 10 граммов, не больше. Значит, теперь я все это перекладываю на красивую-прекрасивую тарелку. Значит, на подачу нам потребуется вот такое количество жилплощади. У меня вот тот жир, который утиный, с чесноком и со всеми пирогами, у меня он лежит, вернее, стоит на конфорке. Смотрите, я кладу имбирь, вот там по 2 штучки, где-то примерно на каждый шашлычок. Для чего? Для того, чтобы дополнительно ароматизировать. Все делаю из подручных средств. Ничего не бегу за пером совы в магазин. Как только у нас масло зашипело и раскалилось, я беру ложку и поливаю каждый шашлычок, имбирь, вот этим вот раскаленным жирком. Для того, чтобы, во-первых, увлажнить, во-вторых, аромат чеснока, который у нас есть в жирке, он даст дополнительный вкус шашлычкам. Обязательно чеснок, который есть в сковородке, и раскидайте по одному кусочку на каждый шашлычок. Вот, видите, я не считал, а как увлекательно получилось, ровно все. Все остальное, вернее, остальной жир можете сохранить. Я вообще стараюсь не выкидывать такие вещи. На нем можно всегда пожарить картошку, его можно всегда добавить в какую-то кашу. Слейте через фильтр в баночку и оставьте в холодильнике. Используйте потом по назначению. Шашлычки из утиной грудки, которые у нас готовились буквально 5 минут в духовке. Имеют аромат копчения от дыма. Я показал, как можно это делать. Ну, конечно, он на кухне у меня какое-то время будет стоять, но вы знаете, это всегда очень вкусно. Запах дыма. Приятного аппетита, друзья! Подписывайтесь на канал. Пробуй. Пробуй. А, пробуй. Вот тоже вариант. Хорошо, хорошо. Я не жалуюсь, что тогда не пробую. Да ладно, не жалуйтесь, дорогие друзья. Пробую. Видите, мясо само. Вот оно не резина. Оно прям отрывается. Оно полностью приготовилось. Ну, я бы, конечно, сюда побольше острого перца. Какого-нибудь ярких специй. Это базовый вариант. Чесночок обязательно. Класс. И самое главное, что легкий аромат копчения присутствует. Я с вами прощаюсь. У меня здесь столько нужно доесть и всего прочего. Да. Берегите себя. И кушайте только самое вкусное. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok